Валентина, сегодня мы будем с вами разбираться о том, как же в музыке называются вот эти черные клавиши, как они обозначаются в нотах и вообще для чего они нам служат. В музыке есть, ну, условно, три основных знака, которые нам нужны. Это диез, первый знак, вот такой похож на хэштег, бемоль и бекар. Давайте теперь разбираться. Значит, диез, он ноту повышает на полтона. Теперь вы скажете, что за полтона, какие полтона, при чем здесь все остальное? Вот я вам сейчас буду говорить. Вот если мы видим фортепианную клавиатуру и мы представим, что мы как червячок, вот так вот по ноткам скользим по порядку, то я вам скажу, что вот одно вот это скольжение, это и есть один полутон. То есть от до до черные один полутон, от черной до ре еще один полутон. И так вот мы постепенно взбираемся либо вверх, либо вниз. Так вот, наш вот этот вот диез, он повышает ноту. Повышает это означает, что он тянет ее вправо, понижает это означает, что он тянет нашу ноту влево. То есть, ну, музыкантам так легче, удобнее объясняться. То есть, если мы, вот у нас нота ре. Если возле ноты ре стоит диез, она как бы повышается и переползает на эту ноту. То есть, вот если мы представим чебурашку, диез стоит справа, бемоль стоит слева. Значит, а если будет ре бемоль, то мы, наоборот, съезжаем вниз на вот эту черную клавишу. Кстати, интересно отметить о том, что вот эта вот черная клавиша, она может быть как до диеза, так и ре бемоля. И вот это все зависит именно от тональности. Кстати, что такое тональность, у меня есть отдельный ролик, поэтому можете у него посмотреть. Так вот, для чего нам нужны диезы и бемоли вообще в музыке? Ну, понятно. Если у нас всего лишь 7 нот, до, ре, ми, фа, соль, а, си, было бы неплохо их как-то еще и разнообразить еще 5 нотами. И в итоге у нас выходит 12 разных нот, которые, собственно, и обогащают нам нашу тональность и нашу музыку. Хорошо. Давайте дальше посмотрим еще маленькое уточнение. А теперь вы скажете, а что такое бекар? Значит, бекар отменяет действия диезы или бемоля. Кстати, диезы и бемоли в музыке называются одним таким словом альтерация. Так вот, бекар, он отменяет вот эти вот диезы и бемоли. Допустим, если у вас был ре диез, а потом нужно нажать ре обычную, то нужно будет поставить ре бекар. Для того, чтобы вы понимали, что вот был ре диез, черное. То есть, сейчас давайте посмотрим. Вот, то есть ре диез было вот этого черное. И потом нам нужно сыграть ре обычную, мы ставим ре бекар. Ну, вот такой интересный закон в музыке. Дальше еще есть такое, как знаки могут быть основными и встречными. Это, знаете, вот как на дороге. Вот вы едете на дороге и, к примеру, у вас как по трассе 120, да, можно ехать. Так вот, это основной знак. Но вы подъезжаете, к примеру, к участку, где идут строительные работы, ремонтные работы. И там написано, что в этом участке мы движемся только 40 км в час. Это будет встречный знак. Так вот, в музыке тоже бывают такие основные и встречные знаки. Как они выглядят? Значит, основной знак, он ставится сразу возле скрипичного ключа. И в музыке он выглядит вот. Допустим, вот наши ноты. Давайте их увеличим. Вот наши ноты. И мы видим возле скрипичного ключа два бемоля. Два бемоля. И мы понимаем, что эти бемоли будут действовать на абсолютно все произведение. То есть, любая нота сей бемоль, любая нота ми бемоль. А где бы она ни встретилась, во второй октаве, в первой октаве, в басовом ключе, она автоматически становится бемолем. Кстати, справедливости ради, вы у меня можете спросить. Валь, а как ты поняла, что это си бемоль? Давайте более посмотрим. Более конкретно. Значит, когда мы смотрим на бемоль, на бемоль, мы должны посмотреть как будто бы в шапочку, как бы в животик этого бемоля. И подумать, какая нота находится на этой строчке. То есть, у нас вот си бемоль на третьей строчке. Понятно, что это бемоль. Вот, то же самое, если бы у нас, к примеру, бемоль стоял бы на первой строчке, вот здесь вот, мы бы понимали, что это нота ми бемоль. Или вот, смотрите, вот здесь вот у нас стоит диез перед нотой. То есть, мы тоже смотрим в середину диеза и начинаем думать, какая нота находится между третьей и четвертой линеечкой. До диез. Значит, до диез. Хорошо, возвращаемся к нашей вот этой песне. И вот, смотрите, мы играем ее, играем, играем. И любая нота си, любая нота ми, она становится автоматически бемоль. То есть, это такая константа, это тональность такая. Но, если композитору вдруг захочется в каком-то маленьком месте сыграть не си бемоль, то есть, вот нота си, вот нота си бемоль черная. А ноту си он перед этой нотой поставит бе кар. Вот, и тогда именно в этом месте будет играться белая нота си. Хорошо, теперь давайте разбираться. Это были основные знаки. Теперь, что у нас по встречным знакам? Значит, встречный знак, тут есть маленькие такие нюансы. О, кстати, смотрите, здесь тоже есть основной знак, возле скрипичного ключа стоит. Кстати, вот скажите мне, пожалуйста, какой это встречный знак? Какая это нота? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Заодно и проверимся. Проверимся. Вот, что значит, когда тебе скоро тридцать. Проверимся. Ну, ладно. Смотрим. Встречный знак, он стоит непосредственно возле ноты, к которой он относится. И его действие только до конца такта. То есть, вот так, это вот эта вот черта. Так, вам видно, не видно? Давайте вот так вот сделаем. То есть, вот черта это конец такта. И этот ля диез действует только до этого такта. То есть, вот эта вот нота ля будет диезом. Это тоже нота ля будет диезом. И это нота ля тоже будет диезом. Но если бы вот здесь вот была бы нота ля, она была бы уже обычная, то есть беленькая. вот поэтому вот у встречных знаков есть вот такая вот интересная особенность не всегда я люблю конечно же эту особенность потому что всегда сама попадаюсь на эту удочку уловочку тоже бывает забываю про диезы и бемоли встречные но это надо помнить вот такая нехитрая нехитрое правило касающиеся диезов и бемоли встречных знаков альтерации и основных хорошо что у меня тут джингл бэлс ага давайте разберемся что у нас тут есть значит стоит диез диез это у нас основной знак хорошо основной знак что у нас тут может быть еще интересненько есть основную вот сейчас покажу кое-что интересное либертангу опа вот смотрим тоже встречные знаки встречные знаки радиес он сохраняется тут ну и наверное надо было еще повторить ему композитору то же самое тоже поставил радиес и во встречных знаках так танец феи драже а вот смотрите интересный момент интересный момент как раз нам попался так красненький кружочек давайте посмотрим вот нота до диез встречный знак и тут же вот до бекар то есть тут стоит до бекар и радиес значит здесь композитору понадобилось играть до черную альтерированную а дальше понадобилось играть до белую но и радиес то есть видите бекар относится к до а диез относится к вот такая вот интересная особенность либо вот то же самое место до диез потом до бекар он конечно сложный предмет при примере вам нашла но ничего мы же не боимся сложностей правда все будет отлично поэтому так вот маленький урок про диез и бемоли я надеюсь было все очень понятно смотрите следующее видео по музыкальной теории и подписывайтесь на мой инстаграм-канал всего хорошего